Друзья, приветствую вас на моем канале. С вами Ольга Курносова. Добро пожаловать в рубрику «Будьте здоровы». И сегодня мы с вами поговорим о том, болею я COVID-19 или не болею. Разберем мои лабораторные исследования и клинические признаки. Очень многие мои знакомые, друзья, когда звонили мне в начале болезни, первым делом или писали, первым делом спрашивали, какие признаки, как я поняла, что это COVID-19. И я решила снять на эту тему видео, поделиться с вами вновь появившимся опытом. Итак, друзья, приступим. В общем, какие мы имеем лабораторные исследования. Это ПЦР, мазок и зевы износа на COVID-19. Он пришел, как вы уже знаете, отрицательный. Потом, значит, я сдала позавчера иммуноглобулины М. И сегодня после обеда он тоже пришел отрицательный. Сначала я была в некотором замешательстве, но потом подумала, что мы с вами проходили. В 92% случаев у населения вырабатываются иммуноглобулины, а у 8% не вырабатываются. Это патология, но это так и есть. Я думаю, либо я вхожу в эти 8%, либо у меня есть второй вариант. Я начала принимать антибиотики и противовирусные на второй день лечения, на второй день болезни, а иммуноглобулины нужно сдавать перед тем, как начать пить препараты. Иммуноглобулин М я сдала на пятый день, как и положено, но уже на препаратах. Вот, может быть, из-за этого он пришел отрицательный. Там я уже все рассматривала. Может быть, лаборатории ошиблись, но я нашей лаборатории доверяю, честно говоря. Ну, то, что у меня не ковид. В общем, сейчас разберемся. Остались у нас, друзья, клинические признаки. И давайте разберемся в них. Я хотела привести вам следующий пример. Когда я на начальном этапе ревматоидного полиартрита проходила стационарное лечение в республиканской больнице города Казани, со мной лежала женщина. Она, ну, годилась мне в матери. Мы с ней познакомились, лежали в одной палате, как-то подружились, вместе разговаривали, в столовую ходили, общались. И какие были дела, ребят? У нее не болели суставы, у нее не было деформации, но у нее был соя 100. Представляете? Скорость оседания эритроцитов 100. Скорость оседания эритроцитов говорит о воспалительном процессе в организме. И вот она у нее была 100. У меня соя была 20, но у меня жутко болели суставы и начиналась уже в то время деформация суставов. Я вам для чего привела этот пример? Чтобы в данной ситуации с ковидом вы поняли, что может быть то же самое. То есть лабораторные исследования у меня отрицательные, а клинические признаки говорят о том, что он есть. Ну, я так по крайней мере думаю. Давайте, друзья, разберемся, что со мной происходило. В первый день, значит, первый день у меня появилась боль в левом подчелюстном лимфоузле. Я подумала, что это из-за зуба, из-за восьмерки. Даже позвонила стоматологу. Стоматолог сказал, давай там полоскай и все прочее, я тебя сейчас возьму, сделаем только хуже. Но хорошо, что он меня не взял, потому что на следующий день, на второй день, значит, утром у меня начался насморк. Я пошла на работу, отработала день с насморком, пришла домой. Это была среда, сняла видео, помните, значит, новости там были о эпиваккароне, что антитела реагируют только на определенные ФА-тесты. Я вам сейчас сверху ссылочку оставлю на это видео. Потом, значит, ребят, что стало происходить? Вот как только я сняла видео, где-то, наверное, час прошел, у меня резко появились симптомы синусита такого махрового. То есть в носу все заложило, стало там свербеть, щекотать. Я начала чихать каждые пять минут по двадцать раз. Градом просто полились слезы. Вот слезы у меня лились в течение двух суток, не переставая вообще. Глаза превратились в щелочки. То есть отек такой был выраженный и на глазах, и в носу. Ну, вот полные признаки синусита. Это второй день, ребят. Головная боль присоединилась. Теперь давайте, значит, вспомним, что было на третий день. Третий день. Я, честно говоря, записала, буду немножко подсматривать. Появилась боль в левой ноге. Ощущение было, что нога перетянута жгутом. Ведь вы знаете, что ковид-19, он способствует свертыванию крови и образованию тромбов. У меня стала болеть правая нога как раз вот в месте, где идут вены и ближе к паху. Вот эта боль меня напугала, честно говоря. Потом, значит, что у меня в третий день присоединилось? Я легла спать рано очень. Мне было плохо. Я уснула, наверное, 8 часов. Просыпаюсь в 11, ребят. Вот сразу же, как только я открыла глаза, я сразу же поняла, что дома пахнет совершенно по-другому. Пахнет не моим домом. Какой-то искусственный синтетический запах. Потом, ну, через несколько секунд я поняла, что это не в доме у меня пахнет, а что это у меня в носу этот запах сидит. Я соскочила, все тут же поняла. Я соскочила, побежала к туалетному столику, брызнула в ладошку духи. А ведь когда брызгаешь духи только что, запах-то ведь резкий первоначально. И тут же я поднесла их прямо к носу. Вот ладошку поднесла прямо к носу. Ребят, я почувствовала запах вот из 100 процентов, наверное, 95 процентов. Я не услышала его. И только 5 процентов я его услышала, этот запах. Еле-еле уловимый запах. И запах не моих духов. Ну, иной какой-то запах. Тоже какой-то, допустим, там, одеколон. Но совершенно другой, не мой. Ну, я, конечно, испугалась. Пошла еще на кухню, взяла лимон, понюхала лимон. Лимон тоже пах чем-то неестественным, неприродным, чем-то синтетическим. Вот, меня охватила паника. Я маме позвонила, мы с ней поговорили. Ну, в общем, немножко я как-то успокоилась и уснула. Проснулась я в 2 часа ночи. Проснулась в 2 часа ночи. У меня было ощущение, что грудь перетянули каким-то вот кольцом. Я не могла дышать. Потом у меня нарастающая одышка пошла. И увеличилось количество отдыхательных движений. Я знаю, что это плохо, что такие-то признаки нехорошие. И я позвонила в скорую помощь. В общем, где-то через 15 минут скорая приехала. Молодцы девчонки. Вот полностью и давление измерили, и послушали меня, и температуру при них вот заставили померить. Кстати говоря, у меня теперь есть лайфхак от скорой помощи. Электронные градусники не нужно вынимать после того, как они пропиликали. Пропиликали. Оставьте еще минуты на 3-4. И тогда будет вот уже истинная температура. Ну, это вот девчонки меня научили со скорой. Пиликать он будет там буквально 3-4 секунды, и все, он замолкает, и дальше уже продолжает измерять. Потом, значит, проверили сатурацию. На правой руке 97 сатурация была, на левой руке 98. Но это неплохая. Но 97, конечно, это не отличная сатурация, не очень хорошая. Сатурация, ребят, это содержание кислорода в крови. Проверяется таким аппаратом, надевается он на палец. Вы, наверное, видели такие, да? Теперь, значит, предложили они мне ехать в инфекционное отделение. Сказали, что сделают рентген, положат, обследуют. Но я-то уже поняла, что у меня ковид по этим, по всем признакам, да? И я подумала, что у меня еще иммуноглобулины не выработались. Сейчас я поеду в инфекционное отделение, и там еще добавлю сверху себе. Я, в общем, этого испугалась и подписала отказ от госпитализации. Вот, что было дальше. Температура, кстати говоря, когда я вызвала скорую, температура у меня была 34,5. И, ребят, вот в Европе, например, у них в помещение, у нас в помещение не пускают, если температура выше 37, правильно? Ну, допустим, в поликлинике раньше измеряли при входе, сейчас у нас уже не измеряют. Выше 37 в поликлинику не зайдешь. Все, значит, боковой вход, гриппозный прием. А в Европе ниже 36 и выше 37 считается патологией. Не пускают, если ниже 36. А у меня 34,5, потом у меня была 35,5, 35 ровно. И как-то на это особо никто внимания не обратил, честно говоря. Ну, 34,5 – это явно, что упадок сил, сниженный иммунитет. Такая температура говорит вот об этих признаках. Потом, что было, друзья? У меня утром, это уже получается утро четвертого дня, у меня в 10 часов вернулось ко мне обоняние. Вот, его не было, получается, около 12 часов. Вернулось обоняние, я с удовольствием позавтракала, потому что до того, как оно вернулось, абсолютно аппетита никакого не было. Ну, представьте, вы не чувствуете никакого ни запаха, ни вкуса, ничего. Ну, а как есть-то? И, короче говоря, появилось обоняние, вот, наверное, между 10 и 11 часами утра дня. И я спокойно позавтракала. Потом опять оно у меня пропадало, но уже не настолько сильно. Я опять чувствовала какой-то вот синтетический запах в носу. Это было вот как-то волнообразно, понимаете? Это вот не то, что вот бац, неделю нет, потом раз и появилось. А вот как-то волнообразно это все происходило. Теперь, что у нас на четвертый день? На четвертый день, это была пятница, ко мне приехали фельдшеры, наши девочки. Взяли у меня мазок на ПЦР из носа из Дева. Потом они мне оставили памятку. Если хотите, я вам ее покажу, эту памятку. Значит, с обратной стороны рекомендации по проведению дезинфекции в жилом помещении. А значит, с лицевой стороны написано, какие препараты принимать, сколько раз. И внизу говорится о том, чтобы я соблюдала режим самоизоляции. В случае, значит, то, что мне должны звонить каждый день. И если со мной не связались, то здесь телефон колл-центра. Диету нужно соблюдать, избегать наваристых бульонов, острых маринованных продуктов, цельного молока. Вот такие дела. Теперь, значит, девчонки у меня мазки взяли. Оставили мне препараты. Я не знаю, они другим возят на дом или нет. Но я их попросила привезти препараты, которые там мне причитаются. И, ребят, значит, они мне все это привезли. И как только я выпила препарат, который предназначен для разжижения крови, мне моей ноге, которая была все это время как будто перетянута жгутом, сразу же стало легче. Вот через час все меня отпустило. Потом до следующего дня, вот немножко не хватало, до 24 часов этого препарата. Я его каждый раз пила на 3 часа пораньше. Может быть, дозировка маленькая. Мы с вами про препараты поговорим в следующий раз. А сейчас я продолжу по клинике. Головная боль, слабость, насморк. Присоединилась боль в горле в пятницу утром. Потом присоединилась в пятницу боль в затылочном лимфоузле справа. Ну вот к вечеру пятницы у меня прошло слезотечение. Вот объективно, что сейчас у меня есть? Сейчас у меня остается какая-то заложенность в носоглотке. Горло я полощу, в нос капаю, но до конца никак вот это не проходит. Сидит где-то вот глубоко, не в горле, а глубже где-то. Видимо, инфекция. И какая-то слабость, утомляемость еще осталась. И вот больше всего, друзья, меня беспокоят лимфоузлы. Что то просто ноют, то подергивают. Вот сейчас я с вами говорю, очень больно левый подчелюстной лимфоузел. Я не знаю, что с этим делать. Кроме того, чтобы НПВП мазями мазать, я больше придумать ничего не могу. Разогревающим ничем нельзя мазать, греть нельзя. Сейчас медики, врачи, сестры, которые ведут прием на гриппозном отделении в нашей поликлинике, в один голос заявляют, что вот такое слезотечение, там день, два, может быть больше, оно свойственно теперешнему штамму коронавируса, коронавирусной инфекции. Это раз. Второе, значит, то, что, видимо, сгустилась кровь и появилось чувство перетянутости у ноги. Это два. Второй признак. Третий признак. Это, естественно, вот потеря, частичная потеря, ну почти полная, там, может быть, 5%, я говорю, осталось обоняние и искаженное обоняние. Ну, на основании этого я делаю заключение, что у меня коронавирусная инфекция. Друзья, вы подумаете, что, почему ей так хочется, чтобы у нее была коронавирусная инфекция? Какие она преследует цели? Ребят, ну, анализы у меня отрицательные. На приеме у нас людей с подтвержденной коронавирусной инфекцией не было, поэтому 70 тысяч рублей, которые были обещаны медикам, мне, естественно, не видать, как своих ушей. Для чего же мне хочется думать, что у меня был COVID-19? Во-первых, я верю своему организму. Он у меня очень чувствительный и еще никогда меня не подводил, ребят. И почему мне хочется думать, что у меня был COVID-19? Потому что, ребят, хочется верить, что я переболела легкой формой. Не хочется мне думать, что еще впереди меня ждет заболевание COVID-19. Я хочу думать, что все, оно позади, оно прошло. Вот такие дела. Ну, конечно, я буду продолжать защищаться. И судя по тому, что у меня легкая форма, я, ребят, не зря защищалась, не зря я постоянно мыла руки, обрабатывала на работе спиртом перед тем, как притронуться к еде, пищевым продуктам. Я постоянно ходила в маске, я близко никому не подходила, я не стесняюсь. Я могу вытянуть руку, я могу сделать два шага назад. Если человек вновь приближается, я могу сказать, пожалуйста, не подходите. Я боюсь заразиться. Я ничего в этом предосудительного не вижу, оскорбительного абсолютно. Это мое здоровье, и защищаться должна я сама. У нас в медицине, друзья, главный принцип – не навреди. Вот я действую так, чтобы не навредить себе и своим близким. И советую вам действовать точно так же, чтобы защитить себя и своих близких. А о том, чем я лечилась, как лечилась, в каких дозировках и все прочее, мы с вами поговорим при следующей встрече. Очень-очень рада, что вы меня поддерживаете, подбадриваете, желаете мне здоровья. Немножко меня удивило, что некоторые люди говорили, ну, давай, лечись. Для меня это как-то немножко дико, что не будь здоровой, не поправляйся, не выздоравливай, а ну, давай, лечись. Ну, даю, лечусь. Все, всех вас обнимаю. Желаю крепчайшего здоровья. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok